всем привет вы на канале польза на это здесь только быстрый обзор и долгие стримы сегодня я расскажу вам о довольно странном аппарате на которой кстати и пишется сейчас вход в помещении не очень хорошая акустика звук пишет сам телефон сяоми 11t как говорит один мой знакомый хороший вячеслав администратор главный в группе взаимопомощи польза нет телефон на деменции и это деменция для нас является к сожалению не очень хорошим вариантом почему потому что мы долго можем прыгать с бубном и говорить что телефон суперский мы долго можем говорить что я же купил его по распродаже за 37 тысяч рублей допустим но в то же время я на вашем месте перед тем как смотреть этот ролик морально должен быть готов к тому что 1111 фактически будет через две недели где-нибудь числа 12 15 выгружу дополнительный ролик после того как я похожу с этим аппаратом подольше чем две недели потому что я не понимаю за что они хотят такие деньги объясняют 37000 рублей его цена за 37000 11 11 будут продавать вам класс 9 pro ссылка в описании к видео и в прикрепленном комментарии на мою телегу скидок и помимо этого ладно черт с ним вы не хотите топовый флагман за 37000 можно купить риме gt neo 2 при том сейчас барабанная дробь за 22000 окей вы не успеете использовать крупромики за 24 и все эти мобильные телефоны они не хуже они выдают больше баллов в antutu они в съемке некоторые лучше это очень плохой вход для ролика но вы должны четко понимать что это не рекламный проспект то есть я рассказываю об этом телефоне на базе своего опыта более сотни телефонов я уже тестировал у меня есть пять топов на канале на 15 до 20 до 25 тысяч рублей до 30 до 35 тысяч рублей сейчас еще будет топ дороже 50 тысяч рублей топ xiaomi это приемли и все эти смартфоны в плане цены качества к сожалению в этих топов более сбалансированы чем это да он красивый да он местами неплохо снимает да у него есть свои плюсы но проц в этом случае это огромный такой минус и если вы готовы объективно оценивать какую-то железяку как и я я вам сегодня кратко расскажу что он показывал down стабилен да у него есть свои плюсы прорезюмирую узнаете в конце что они он думаю полностью при том это я буду снимать уже на улице для того чтобы вы увидели как он вечером снимает при том вот прям выход выход для того чтобы оценить стоит из-за чего стоит выбрать или нет купили хорошо ну попробуйте его кстати продать на авито и там уже море к сожалению 1012 на ютюбе всем привет и еще раз меня зовут саня канал польза нет розыгрышей море читаем описание какие сейчас актуальны постоянные это разумеется 5 mi band of 6 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео подписывайтесь с колоколом а сегодня я расскажу вам о смартфоне как вы уже поняли сяоми 11t полетели на руках у меня глобальная версия смарта начнем с распаковки коробка пришла целая из плотного картона белого цвета оформление максимально простое название спеки разумеется на китайском комплект состоит из смартфона сяоми 11t блока питания на целых 67 ватт наконец-то они дарил не решили добраться кабеля для зарядки usb type-c скрепки защитного чехла не самого лучшего качества защитные пленки краткого руководства по эксплуатации и гарантийного талона свойственный запах клея также в наличии летим дальше продажи три цвета корпуса на выбор серый метеорит белый лунный свет и небесно-голубой такой вот маркетинг по факту серый белый и синий размера смартфона составляет 164 на 76 на 10 целых девять десятых миллиметров ширину вместе с камерами а без блока камера 9,2 миллиметра не тоненький он весит устройство 204 грамма почти как iphone 13 про тот весит 205 граммов в моем случае тыльная часть антибликовая белого матового цвета рамка из пластик который поцарапалась у меня просто на раз-два лицевая часть защищена стеклом корнин горилла глаз виктус самая последняя их разработка дизайн причем не выделяется на фоне большинства стоковых смартфонов в руке без чехла скользкие на данный момент найти хороший чехол под него будет сложно тыльная часть марка но в целом все отпечатки не сильно видны на корпусе имеется кнопка питания с встроенным сканером отпечатков пальцев качели регулировки громкости ик-порт 3 динамика два основных один разговорный звучание здесь стерео разумеется dolby atmos на борту три микрофона разъем для зарядки избитой psy прорезиненный слот на две сим-карты кнопка питания почти без люфта а вот кнопка регулировки громкости ходит прилично все вырезы на корпусе под динамики микрофон и зарядку не сглажены миниджек не завезли защита от пыли и влаги не заявлено смарт оснащен дисплеем на 6 целых шестьдесят семь сотых дюйма amoled dot display с разрешением 2400 на 1080 точек full hd plus плотность пикселей составляет 440 dpi или 339 ппи скромненько так яркость обычная 800 нет пиковая 1000 нет hdr 10 плюс в наличии на солнце все отлично видно глаза сильно напрягать не приходится плюс бликов по минимуму частота обновления экрана 120 герц точно 480 герц 10 димминг на борту сшим с выключенным 10 диммингом отличный на 100 процентах яркости 9 процентах на 50 10,8 на минимальный в 10 процентов 18 процентов на 0 11 процентов глаза от экрана не устают авто яркость работает отлично режим чтения по расписанию включается но самому его в нужно выключать в настройках под разными углами тон картинки темнит и бросает в теплый оттенок always on display разумеется в наличии не урезанный как некоторые делают xiaomi multitouch есть и берет все 10 пальцев разумеется разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальцев и распознавания лица и то и другое срабатывает стабильно хорошо и молниеносно также на экране есть фронтальная камера по центру не маленьких размеров но и не самых громадных подбородок внизу экрана есть но минимальный чуть больше таких же незначительных рамок вокруг экрана летим дальше на борту процессор mediatek dimensity 1200 ультра с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами максимальная тактовая частота которого 3 гигагерца обвес 9 ядерный арм малит gpu интерфейс miui 12.5 на основе андроида 11 оперативная память не из быстрых lp ddr4x на пятую денег зажали подлецы и доступно только 8 гигабайт внутренняя память хорошая и fs 3.1 быстренькая на выбор 128 или 256 гигабайт и расширить ее sd карты внимание здесь невозможно вот такой вот субфлагман имеется поддержка высокоскоростного вай фай 6 серии 5g сетей что пока нас не особо интересует но бенда n 76 нет который для 5g сетей в россии немаловажен тест на вай фай прошел с отличными результатами сеть мобильную ловит нормально бенда 7 20 разумеется на борту звучание при звонках нет опорная вибромоторчик линейные по оси x тактильная отдача просто супер но настроить вибро возможности нет только самому тактильную отдачу на жесты bluetooth последней версии 5.2 google сервисы доступны из коробки и на все рабочие google pay встает без проблем с обновами завезли функцию memory extension производитель предлагает три года обновлений 4 года поддержки безопасности что довольно круто для android смартфона емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писемарки выдал скромные 7 часов 26 минут и осталось 20 процентов что с одной стороны неплохо с другой стороны не фонтан и тесты я провожу разумеется при 120 герцах на максимальной яркости заряжается он от родного адаптера питания быстро за 15 минут набегает 41 процент за 3280 полностью заряжается в среднем за 40 минут иногда и за 37 за час игры в геншинг impact на средних настройках графики в 30 фпс улетает 18 процентов при 120 герцах на максимальной яркости за два часа использования gps улетает 17 процентов за ночь 89 часов съедает 5-6 процентов если ничего не выключать и always on display подрублен беспроводной зарядки у смарта нет gps в условиях городского парка выдает точность до одного метра что круто тротлинг тест проходит вообще не волшебно 206 гипсов минимально максимально 326 и в среднем 251 гипс на 100 головках и 30 минутах smart не особо по мне стабилен для такого процессора обещали прямо нереальную стабильность бенчмарки выдал сингл кори 800 мульти кори 2885 в 3d марки показал следующие результаты wildlife 4200 wildlife extreme 1200 wildlife stress test 400 wildlife extreme с тест 1200 slingshot extreme максимальный slingshot 6821 данные antutu не самые плохие выдал он результат 535 тысяч попугаев сторож тест показал 56000 на холодную стресс-тест прошел результаты вы видите на экране комментарии по этому поводу будут по мне лишними не фонтан это мягко сказано в тяжелых играх на средних настройках графики лаги есть играть в целом можно но на максимальной графике точно нет нагревается верхней части прилично яркость первый раз во время игры сбросил через 10 минут следующие разы не сбрасывал в течение часа хотя нагрелся прилично основной блок камер с тыльной части состоит из трех камер основная на 108 мегапикселей ширик на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов и макро на 5 мегапикселей с фокусным расстоянием 37 сантиметра запись видео доступна в максимальном разрешении 4к 30 фпс оптического стаба здесь нет цифровой норм кинематографическая съемка работает не вау в целом камера мне напомнила сяоми редми ноут 10 про который стоит на полторы сотни дешевле фронталка на 16 мегапикселей максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 фпс примеры вы сейчас увидите на экране xiaomi 11 не про фронталка максимум 1080p и сейчас вы увидите насколько хорошо она будет справляться с изменением в освещении да благополучным образом я пройдусь по запасной лестнице с искусственным освещением и выйду на улицу где освещение в принципе только искусственное потому что уже ночь но не три часа как обычно а всего час ночи так что можно сказать домой иду рано к чему это все к тому что вот так примерно вас будут видеть собеседники если вы вдруг решите вечерком позвонить им по тому же вот сапу может быть даже хуже потому что все таки он будет сжимать стабилизация так себе но это с одной руки если с двух я бы отметил определенный позитивный момент у фронталки смотря на низкое заявленное качество кстати сейчас безумный ветер скорее всего снимает она неплохо троллинг шатра как будет на большом экране я не знаю на телефоне rolling шатра нет и это несомненный плюс xiaomi 11t не про ночью мурина но несмотря на это я снимаю с двух рук ветер довольно сильный максимум 4к 30 fps не особо много хотелось бы 60 ну а что делать в принципе телефон особо мощным не назвать я думаю в ролике вы уже видели что его скромное количество попугаев лично меня ставит в определенного рода ступор за что такие деньги за стабильность может быть может быть может быть попугаев станет чуть чуть больше когда допилят прошивку потому что они и постепенно допиливают насколько хороша стабилизация вы видите насколько он хорошо снимает стоповой камеры вы видите насколько сильно микрофоны забиваются ветром вы слышите я его перекрикивают в целом в целом сейчас даже посмотрим как автофокус будет отрабатывать и не нравится ему этот объект никак так еще раз очередная попытка разобраться что здесь у нас с автофокусом и не желает он работать почему-то вечером вот очень все долго и мучительно то ли объекта ему не нравится то ли с алгоритмами трабла скорее всего второе основная камера ночь продолжения банкета и вы видите насколько хорошо или плохо она снимает максимум у нас будет сколько x6 мыло мыль на и на ширик не переключаются разумеется в целом по стабу если с двух рук снимать идти довольно быстро отрабатывает неплохо по поводу ночной съемки сами все видите если на большом экране то скорее всего вы заметите что было конечно довольно прилично несмотря на самое лучшее освещение еще немного основной камеры если допустим пробежаться смотрим опять же съемка с двух рук вообще давно не видел у сяомитов довольно такой не фонтанная камера у меня ощущение что скорее всего алгоритмы как-то недопилены да не ощущение они сто процентов недопилены у них обычно такого автофокуса не бывает поэтому где-нибудь через недельки две я какой-нибудь такой а-ля юзер экспириенс выгружу подольше придет какая-нибудь обнова расскажу про плюсы нет ощущения что у тебя руках лоукост есть ощущение что у тебя суп флагман и это приятно потому что это не печка как 11 сяоми как вы помните чистой воды с одной стороны с другой стороны по мне сяоми 11 и снимал лучше что довольно странно поэтому я думаю что здесь тоже все потянется так что увидим еще основная камера xiaomi 11t 4k 30 fps стаб работает разумеется электронной оптического здесь нет и вы видите как он снимает если вы будете идти плюс снимать с одной руки если остановиться то вообще норм освещение сами видите рассеянный свет целом претензий к телефону по съемке нет но единственное ожидалось конечно лучшее качество после сяоми ми-11 хотя мне кажется что с прошивками все равно все это дело запилят здесь хотя бы пауза есть на съемке в отличие от яблочных устройств до пол четвертого утра мурины и что я хочу сказать что фронталка принципе в процессе использования начинают меня если честно все больше и больше радовать и вы же видите насколько сейчас темно видите что синяя шапка синяя желтые очки желтые и если остановиться в принципе можно даже видеть что глаза слегка красные они должны быть красные потому что я подцепил конъюнктивит вот слишком долго пялиться в экран тоже плохо ладно это все лирика к чему это к тому что но неплохо снимает неплохо даже в трясущихся руках даже утром сяоми 11 т 4k 30 fps и пытаемся увидеть уточек на озере которые которые есть есть и вы их можете даже лицезреть только это одни сплошные пиксели видите они друг другу приступ приплывают это x6 максимум по поводу стаба и съемки но сами видите что в принципе снимает хорошо и красиво и автофокус в хороших нормальных дневных условиях отрабатывает неплохо аудио тоже пишет хорошо когда ветра нет правда против солнца снимает тоже более менее целом аппаратик такой отлично еще по процентов на 30 дешевле либо продавался также как во время распродаж но здесь вопрос во внешности в премиуме в 100 мегапикселях аля и вот в этом всем наверное поэтому они такой ценник для деменции решили выставить по мнению особо разумны но их право они же продают к слову для фото максимум x10 и в принципе его хватает примеры увидите обязательно в ролике как передает цвета вы видите шапка синяя ночью тоже была синяя как вы помните и если брать ролик шаттер напоминаю наверно в 1 10 что его здесь нет глаза красные да видно хорошо значит фронталка справляется берегите зрения основная камера все та же любимая локация чем хорошо тем что по большому счету учитывая количество обзоров вы уже знаете как здесь что должно выглядеть какие цвета и как что снимает поэтому можно хоть и рядом ролики запускать и смотреть как отрабатывает стаб как передаются цвета как телефон отрабатывает со светом допустим как вы видите против солнца я пытался сейчас снимать и в целом даже электронная стабилизация по мне при съемке с двух рук отрабатывает неплохо давайте на месте попытаюсь увеличить с хорошим освещением ну шумы есть но днем я бы сказал что довольно прилично это 6 отрабатывают даже локация мурина и день вот так примерно против солнца будет снимать телефон ветра практически нет микрофона должны отрабатывать идеально цена в каком районе даже озвучивать не буду я раз 30 это за ролик на входе и выходе сказал насчет если промо-коды и почем это все будет стоить 11 11 посмотрите в моем telegram канале по ссылке в прикрепленном комментарии потому что я недавно видел за 3911 т про а это уже совсем другой смартфон обзор на него тоже будет на канале но в целом я уже готов резюмировать резюмировать я бы хотел чем вы сейчас видите как я выход пишу опять же на этот сяоми 11 и снимает он классно но еще раз повторяюсь вопрос в том что насколько он классно снимает и сколько это должно стоить у него не так много в писи марки всего семь часов автономности с половинкой но это ни о чем у него не так много баллов в antutu он снимает не как царь и бог он снимает просто хорошо почему у меня realme gt neo2 я за него не топлю но если вы посмотрите опять же на цены 11 11 на gt2 neo у которого баллов на 200 тысяч попугаев больше он будет стоить 22 тысячи это дело 37 но это лютый просто лютый overprice за что за красоту возможно за оптимизацию но серьезно вы за милой платите такие деньги вы не платите за колл с либо что-то от бибики даже риме ю ай окей вы можете даже это дело любить но цифры они раз не врут едва он не золото сделан чтобы так стоить и опять же эту цену декламирую для чего правильно для время распродаж если не на распродажах посмотреть ценник этой модели ну заоблачная просто она к чему это все к тому что выбирайте обязательно обязательно приходите вертите в магазинах это в руках но любой девайс должен стоить своих денег особенно когда он выходит под какой-то крупный годовой сел потому что будет еще черная пятница помимо этого всего и за 30 с лишним тысяч рублей можно будет в прямом смысле покупать флагманы не задумываясь ладно это будут не самсунги ладно это будут не айфоны но те же ван классы риме и подобное но explorer edition намного круче на который обзор тоже есть на канале с пока f3 его сравнивал и чтобы еще хотел добавить обязательно смотрите топы на канале обязательно читайте комментарии к этим топом добавляйтесь telegram канал по ссылке в прикрепленном комментарии там вы увидите реальные цены за какие деньги вы должны покупать эти девайсы обязательно добавляйтесь telegram канал взаимопомощи потому что во время села я сам спрашивать у товарищи буду что и где кто купил народ периодически в личку друг другу скидывает это удобно и плюс еще user experience то есть очень многие люди которые считают что допустим этот телефон нереально крутой мне по топами написала наверно человек суммарно 20 которые его купили и писали сани какого черта он не в топе хотя топы до 30 тысяч рублей до 25 20 а телефон этот стоит 37 и даже топ до 35 тысяч рублей никак в не запихать этот телефон туда потому что он стоит дороже и дешевле не предвидится его красный ценник по мне это тридцатка это вот просто потолок если вы просто считаете его супер красивым как девочки обычно считают айфоны . опять же это мое мнение с ним если вы согласны пишите не согласны готов с вами подискутировать потому что здесь первый раз у меня тонкая красная линия почему они попал не 11 ультра который не стоит своих денег поэтому его мало кто покупал потому что на этой оболочке флагманов быть не может поэтому наверное 11 ты я не могу вам советовать у вас своя голова конечно на плечах но смотрите сравнение смотрите сравнение видео сравнивайте самые главные цены и подписывайтесь на канал с колоколом участвуйте в розыгрышах за 25 тысяч рублей одни часы разыгрываю уже от ужасных мобай и от хороших и mosfet of будут еще одни часы скоро разыгранным думу где-то через недельку тоже за 25 добра и удачи вам дорогие друзья